А сегодня, кстати, в Свердловской области прошла акция тотального чтения. Нижний Тагил принял участие в региональном дне чтения уже в третий раз. Площадки акции развернулись практически во всех городских библиотеках. Заводом на реке Тагил получилось неувязочка. Оказалось, что плавить магнитный железняк значительно сложнее, чем... Город-завод. Рассказ Бориса Тылкова. В Центральной детско-юношеской библиотеке для учеников 18-й гимназии его читает начальник оксохимического производства ЕвразНТМК Никита Беркутов. Читает на одном дыхании. Убежден, произведения о родном крае именно в юном возрасте зажигают нужные искорки. Меня не заставляли в свое время читать. Я читал запой сам, начиная там... Приключения заикипеть, вот с таких лет, да, заканчивая с Тругацким и Солженицыным. Краеведение, я считаю, это одно из таких серьезных направлений воспитательной работы, которая поможет, ну, действительно, ребятишек настроить на правильный лад, понять всю прелесть нашей природы, понять, какие здесь люди прекрасно живут. Вообще сегодня в Тагиле вслух на публике литературные произведения читали артисты, писатели, металлурги и певцы. В этом году на региональном Дне Чтения старались больше внимания уделять научно-популярной литературе. Сейчас дети все больше читают фэнтези. У Ани Новоселовой, например, любимые книги из серии романов о Гарри Поттере. На Дне Чтения девочка впервые. Говорит, и не думала, что будет так интересно. Мне понравился День Чтения. Я кое-что узнала про Нижнюю Тангилу, что вот когда Петр Первый, он был в бешенстве, ему надо было срочно победить, вот что, войну со шведами. Интерес к чтению среди тагильчан, говорят, библиотекари растет. В этом учебном году только в Центральную детскую и юношескую библиотеку записались 8 тысяч детей. Могу сказать, что дети в Нижнем Тагиле все-таки читающие. Другое дело, что далеко не все читают вот именно только для души. В основном, конечно же, дети читают по школьной программе. В Центральной городской библиотеке ученики 64-й школы встретились с автором книги «НТМК. События. Люди. Из личных воспоминаний» советником управляющего директора Евраз НТМК Михаилом Оршанским. Всего в Свердловской области в рамках акции прошло более полутора тысячи мероприятий. Чтение будет популярно у молодежи и детей тогда, когда читать будем мы сами. То есть и работники культуры, и педагоги, и все те люди, которые связаны с воспитанием, с развитием детей и так далее. И как раз День чтения позволяет нам к этому привлечь внимание. Валерия Горбунова, Юрий Барбашин, Александр Смирнов, Юлия Орлова. Время новостей. Телекон.